Ну что, мы потихоньку продолжаем, продолжаем обсуждать алгоритмы, которые строят ансамбли, и сейчас поговорим про самый, наверное, популярный в данный момент метод машинного обучения, ну популярный на практике в тех ситуациях, когда вам не особенно нужна интерпретируемость, но зато очень нужно, чтобы было бы хорошее качество предсказания. Ну, типа, если вы участвуете в соревнованиях на Кэгле, у нас, кстати, уже почти готова домашка, которая этому посвящена, я видел вопросы в чате, но, насколько я вижу, мы буквально в ближайшее время выложим соревнования. Вот, в общем, если вы участвуете в соревнованиях на Кэгле, то там очень популярен градиентный бусинок над деревьями. Ну, давайте мы про него поговорим немножко. Поговорим вообще про градиентный бустинг и конкретно про градиентный бустинг над решающими деревьями. Вот. Значит, ну давайте я напомню, что в прошлый раз мы обсуждали случайные леса, и в случайных лесах у нас наш предсказательный алгоритм, он был устроен таким образом. У нас была какая-то такая история, значит, что у нас наше предсказание вычислялось как усреднение результатов предсказаний каких-то... каких-то, ну, отдельных решающих деревьев, которые там обучались по отдельным кусочкам выборки. Вот. Но в целом это выглядело вот так. То есть это выглядело как некоторая линейная комбинация предсказаний каких-то отдельных алгоритмов. То есть это был такой ансамбль. Сейчас мы обсудим немножко другой способ построения ансамблей, а именно, ну вот вот здесь, вот как бы вот в этом вот алгоритме все вот эти деревья, они строились параллельно. Их можно просто было одновременно обучать, если у вас есть много процессоров или у вас есть какой-нибудь кластер, состоящий из нескольких компьютеров, вы можете их просто обучать параллельно. И все, как бы все эти деревья, они были равноправны. Сейчас у нас будет немножко другая история, а именно мы будем обучать какие-то базовые алгоритмы. Ну, можно думать, опять же, про решающие деревья, но в принципе можно думать о каких-то других алгоритмах. Мы их будем обучать последовательно. Давайте я буду считать для начала, что мы обсуждаем задачу регрессии. Опять же, просто для простоты. Для задачи классификации нужно будет еще чуть-чуть усложнить алгоритм. Поэтому я сейчас буду использовать именно задачу регрессии в качестве примера. Во-первых, у нас есть некоторое нулевое предсказание. Давайте я буду обозначать его А0. В качестве нулевого предсказания можно брать примерно все, что угодно. Например, можно брать просто константу. Например, можно взять просто среднее из всех игреков. Значит, единица на n сумма. Значит, это просто константа. От x не зависит. Вот. Ну, там, если у вас какая-то другая функция потерь, то вы можете эту константу по-другому выбирать. Если у вас, скажем, абсолютная функция потерь, то вы можете брать медиану. А дальше мы будем последовательно строить каждое следующее приближение так, чтобы улучшать предсказания нашей модели. Значит, дальше мы строим последовательность. Давайте пусть здесь тоже будет n большая, где a и плюс 1, то есть a и, пусть будет от x, плюс какой-то b и от x. Значит, где b и то, это какой-то... Давайте я напишу простой алгоритм машинного вылучения. Например, решающее дерево. Вот. То есть, иными словами, мы говорим следующее, что вот у нас есть какой-то алгоритм машинного обучения. И дальше мы хотим его как-то... Ну, понятно, он не идеальный, скорее всего. Мы хотим его как-то немножко улучшить. А именно мы хотим к нему добавить некоторые слагаемые предсказаниям так, чтобы качество этих предсказаний стало лучше. Это можно немножко по-разному делать, немножко по-разному ставить эту задачу. Но давайте сейчас ее оставить в таком достаточно общем контексте. А именно пусть у нас есть какая-то функция потерь. Значит, какая-то функция потерь L с крышечкой. Не с крышечкой, просто L. Допустим, от Y, Y с крышечкой. И, соответственно, чего мы хотим? Мы хотим сделать так, чтобы выбор вот этого B, он бы как-то бы нам хорошо бы уменьшал вот эту вот функцию потерь для всех объектов обучающей выборки. То есть, фактически, у нас происходит следующее. Вот, смотрите. Допустим, что мы сейчас находимся на item-шаге. То есть, мы построили какой-то алгоритм A и T. Дальше мы смотрим на предсказания этого алгоритма и смотрим на нашу функцию потерь. Давайте я скажу так. Пусть у меня есть… Давайте я определил следующую штуку. Значит, тут у меня есть сумма по I от 1 до N. Значит, N – это у меня сейчас, как и обычно, это у меня размер выборки. А, я раньше использовал букву G. Для этого давайте тоже буду использовать букву G. Значит, N – это размер выборки, размер обучающей выборки. Ну, и, соответственно, выборка у нас X1, Y1 и так далее. XN, YN. Соответственно, пусть мы сейчас добрались до некоторого шага I. И тогда у нас есть предсказание A и T на каждом объекте, обучающий выборки XGT. Давайте я это вторым аргументом запишу. А здесь будет YG. Значит, если я сейчас просто закрою скобку, то я получу просто значение общей функции потерь на всех объектах обучающей выборки. Но дальше я хочу задать такой вопрос. А вот что будет, если я хочу как-то улучшить вот это предсказание так, чтобы функция потерь стала бы поменьше? То есть я спрашиваю, что мне нужно добавить к вот этому слагаемому, значит, A и T от XGT, чтобы уменьшить мою функцию потерь. Значит, я добавляю какую-то ZGT и получаю вот такую вот функцию. Значит, сейчас можно думать о том, что у меня и фиксировано, ну, понятно, X и Y – это обучающий выбор, они фиксированы. И можно думать про вот всю вот эту вот штуку, которая у меня тут получилась, как про некоторую новую функцию. Давайте я ее как-нибудь обозначу. Значит, пусть вот вся вот эта штука, она обозначается как L с какой-нибудь волной. И это штука, которая зависит от Z. Значит, Z – это у меня сейчас Z1 и так далее, Zn. Это n-мерный вектор. И теперь я хочу вот эту самую, я хочу так подбирать вот эту Z, чтобы минимизировать эту L с волной. Значит, я хочу вот это дело все проминимизировать. минимум по Z. Ну, как мы обычно решаем такого типа задачу. Ну, мы просто берем, находим градиент этой самой функции L. Значит, заметьте, что у меня сейчас вот это, ну, точнее, вот этой L с крышкой, не с крышкой, а с волной. Заметьте, что у меня вот эта вот штука, она сейчас – это функция на n-мерном пространстве. То есть это функция на пространстве, размерность которого равна не размерности нашего исходного признакового пространства, не размерность иксов, не количество столбцов в наших данных, а наоборот количество строчек. Ну, а тем не менее, никто не мешает нам посчитать градиент от этой штуки. Ну, или давайте сразу говорить про антиградиент, потому что нам нужно будет в ходе градиентного спуска сделать шаг в сторону этого самого антиградиента. Значит, градиентный спуск обсуждался на семинаре, да? Да, да, конечно. Отлично. Вот. Значит, хотим... сделать шаг в сторону антиградиента. Функция else волной. Вот. Ну, то есть мы, конечно, его можем найти. Он будет просто... Значит, ну, давайте обозначить, скажем, dpdz l с волной в какой-то точке... Давайте я вот этих вот товарищей, давайте я их обозначу через плюс y с крышкой и, допустим, с двумя индексами. Значит, y с крышкой и тожитая давайте считать, что у меня здесь нет индекса j, что это просто сразу вектор, который из них состоит. Значит, должно быть вот так. Плюс z. Значит, ну, понятно, что у меня вот эта функция, она на самом деле градиент, от нее посчитать просто, потому что вот эта вот функция, это просто сумма функции, каждая из которых зависит от своей z-g. Так что нам нужно просто продифференцировать каждую из вот этих вот элек, но просто каждая, значит, она дифференцируется, каждая в своей точке, потому что вот эта вот штука, на самом деле, зависит от... зависит от j. Ну, и вот эта штука зависит от j. В общем, получается, что получается вот такой вот какой-то вектор. Давайте я сразу минус поставлю. Значит, минус dl от y и t первая с крышкой, z первая по dz1 и так далее. y и t, сколько их там будет, n маленькая штука. Вот такой вот градиент получается. Это сейчас может выглядеть немножко абстрактно, но сейчас посмотрим на какую-нибудь конкретную функцию потери, увидим, что и тут ничего особо мудреного-то и нет. Ну и дальше, значит, план такой. Вот мы хотели бы, чтобы вот эти вот z, они были бы просто нашим вот этим антигредиентом. Но давайте теперь решать такую задачу. Значит, мы хотим, чтобы следующее слагаемое, вот следующая вот эта вот b, мы хотим, чтобы ее значения на обучающей выборке равнялись бы вот этим вот самым значениям z, которые равны вот этим вот антигредиентам. Соответственно, сейчас, я здесь что-то, я здесь написал, что это не очень удачное, потому что здесь, конечно, должно быть, здесь должен быть плюс, а еще я забыл первый аргумент. Вот так должно быть. Ну и здесь, на самом деле, они все вычисляются просто в точке, где z1 равен 0. Ну то есть, грубо говоря, давайте сейчас попробую такую картинку нарисовать. Вот смотрите, я сейчас рисую картинку, но я ее рисую, опять же, не как обычно мы рисовали картинки в пространстве d-мерном, а я сейчас рисую картинку в пространстве n-мерном. Значит, вот у меня здесь будет... Давайте, пусть это будут y. Игрек с крышкой 1 и так далее, y с крышкой n. Значит, вот что у нас здесь происходит. У нас есть, во-первых, значит, у нас есть какая-то точечка, которая минимизирует функцию потерь. Это на самом деле точечка, которая просто состоит из наших настоящих игреков. Дальше вот у нас есть какие-то линии уровня у этой функции. И теперь, допустим, что мы на каком-то item шаге попадаем вот куда-нибудь сюда. Например, вот эта точка – это предсказание значит, предсказание аитова на обучающей выборке. Значит, вектор предсказания – это вектор в н-мерном пространстве. А вот эти вот линии уровня – это линии уровня вот этой функции l с крышкой. Ну, даже я бы сказал так, это линия уровня вот такой функции. Значит, здесь сумма позже от 1 до n. l, значит, здесь будет y, gt. Ну и вот от всего второго аргумента. Соответственно, дальше мы вот от этой функции мы вот в этой точке считаем градиент. Вот такой какой-то. И, соответственно, следующий алгоритм, очередную нашу b-it, мы находим так, чтобы она обучилась именно вот на этот градиент. То есть мы хотим как бы сделать шаг вот примерно в эту сторону. Ну, на самом деле, идеально в эту сторону мы его не сделаем, потому что наш алгоритм, вот очередная b-шка, она не будет генерировать, как бы мы не получим сразу, сходу, нулевую ошибку на обучающей выборке. Поэтому мы на самом деле сделаем шаг куда-то, ну, более или менее в ту сторону, которая нам нужна. Куда-нибудь вот сюда вот мы сделаем шаг. И вот это будут предсказания АИ плюс первое. Ну и так далее. Дальше мы здесь посчитаем ошибку, сделаем шаг куда-то вот сюда вот. Ну и так мы будем приближаться вот к этой точке. Вот как? Понятно вот эта картинка? Не очень. Когда я ее в первый раз увидел, мне было не очень понятно, что здесь происходит, но потом я понял, что эта картинка в пространстве, в нмерном пространстве, в пространстве предсказаний, а не как мы привыкли. И градиенты считаются в пространстве предсказания, а не как мы привыкли. Не, ну то есть n – это число того, сколько объектов. Да, да, да. Из каких объектов мы предсказываем значение. Да, 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 совершенно верно, да. n – это количество объектов. Вот, давайте посмотрим, что происходит, например, если l – это просто квадротичная функция потери. Да, значит, я здесь не закончил. Я, кажется, сказал словами, но не закончил, что дальше мы обучаем b и t на выборке. Давайте я вот эти вот штуки, давайте я их как-нибудь обозначу. Пусть они обозначаются как вектор s1 и так далее, sn. Значит, мы обучаем b и t так, чтобы она бы на x и t предсказывала s и t. То есть мы пытаемся обучить… Сейчас, а что это значит? Ну, смотрите, вот, значит, вот у нас b-шки – это какой-то алгоритм машинного обучения. Допустим, это просто решающее дерево. И сейчас мы ему скармливаем не нашу исходную выборку, состоящую из ипсов и ипсов, а сейчас мы ему скармливаем выборку, которая состоит из наших иксов. И в качестве того, что оно должно предсказывать, мы ему даем вот эти вот s-ки. s-ки – это наши вот эти антиградиенты. То есть, ну, как бы идея такая, смотрите, что вот мы хотим строить наш алгоритм вот таким образом, методом последовательных таких приближений. Значит, мы хотим, чтобы b-шка, вот эта вот, она просто… Ее предсказания, они просто прибавятся к предсказаниям h. Дальше мы спрашиваем, а какие должны быть предсказания b-шек? Ответ. Ну, вот мы хотим сейчас, чтобы эти предсказания b-шек были бы просто вот этим самым антиградиентом, вот этим направлением. Значит, вот этим антиградиентом для функции потерь. И очередную b-шку мы учим именно на этих самых… Вот как бы в качестве y мы им передаем не наши исходные y, потому что мы не будем его использовать для того, чтобы предсказывать y. А мы будем использовать этот алгоритм b-иты для того, чтобы скорректировать ошибки a-итова. То есть вот у нас есть какие-то предсказания, у него есть какая-то ошибка. То есть вот мы предсказываем вот эту штуку, а хотели предсказывать вот эту штуку. Значит, чтобы эту ошибку скорректировать, мы добавляем к предсказанияm a-it и предсказания b-it. Значит, вот предсказания b-it, они должны смотреть вот куда-то вот в эту сторону, в сторону градиента. Вот мы поэтому b-it и обучаем на вот такой вот выборке. А, и в итоге они будут смотреть не совсем туда, ну, скорее всего, вот как вот зеленый… Да, да, а смотреть они будут не совсем туда, ну, потому что, ну, как бы, если бы она смотрела бы совсем туда, то это бы означало бы, что нам удалось бы b-it обучить так, чтобы она давала просто нулевую ошибку вот на этой обучающей выборке. Этого, скорее всего, не будет. Но, по крайней мере, есть надежда на то, что у нас будет шаг в правильном направлении. А бы и ты как-то обучаем там? Ну, с другой функции потерь там? Да, значит, про функцию потерь давайте я скажу, что обучаем допустим, с квадратичной функцией потерь. Это, в принципе, можно тоже по-разному задавать. Но, кажется, обычно используется квадратичная функция потерь. То есть тут уже не очень важно, какая у нас была функция потерь изначально, потому что информацию про то, какая была функция потерь изначально, мы как бы запихнули вот в тот факт, что мы вычисляем именно градиент от этой функции потерь. Мы не просто берем ошибку как таковую. Теоретически мы могли бы просто взять в качестве вот того вектора, на который мы обучаемся, в качестве этих вот S-ок, мы могли бы просто взять вот этот вектор. Но вместо этого мы говорим, что мы хотим как-то учитывать то, как устроена вот эта вот L, функция потерь. И поэтому мы вместо того, чтобы брать просто вот эту вот разность между двумя точками, мы возьмем градиент этой функции потерь, который, смотрите, он будет примерно туда же. вот, ну вот, собственно говоря, само себе описание градиентного бустинга на этом закончилось. Ну, почти. Тут еще есть несколько тонкостей, я про них сейчас скажу. Давайте посмотрим на пример. Пусть у нас наша L изначально квадратичная. Значит, L от Y, Y с крышкой равняется Y минус Y с крышкой в квадрате. Значит, как тогда устроен градиент вот этот самый DL с волной по DZ? Значит, это будет такой вектор, который устроен так. Нам нужно посчитать здесь будет D, Y и T минус Y и T с крышкой. Значит, плюс... Давайте здесь все-таки буду писать через многоточие. Значит, здесь будет вот так. Значит, чему равняется этот вектор градиента? Нет, что мы здесь получаем. Нет, что мы здесь получаем. Ну, кажется, на минус 2 надо ответы умножить. Ну, не сами ответы. Значит, мы дифференцируем как бы вот по этой вот скобке. квадраты нужно снести. И у нас просто получается 2Y1 минус Y1 с крышкой. Ну, тут, по идее, еще надо было там вычесть Z1, но мы все равно положим Z1, равное нулю. Потому что нас интересует именно... нас интересует градиент именно в той точке, которую мы предсказываем. То есть вот эта вот точка, это точка, которая состоит из Y с крышкой из вот этих вот товарищей. И поэтому мы как раз здесь везде полагаем Z равны нулю после дифференцирования. Поэтому получается просто вот такая штука. А вы в векторе выше не забыли на минус домножить? Да. То есть минус... Здесь минус нужно взять, потому что у нас... Ну да, ну или сверху домножить на минус... Ну, то есть на минус 1 и снизу записать так, как вы записали. Да, вроде... Да, вроде... Сейчас с минусом это же антипредиент. Сейчас, секунду. Что здесь происходит? Надо не запутаться со знаком при дифференцировании сложной функции. Это очень сложно. Нет, вот сейчас у вас, если это просто градиент, то правильно. Если антиградиент... Ну, значит, я написал сейчас здесь просто градиент. Да. Значит, и это получилось... Да, окей, ладно. Давайте я здесь поставлю минус сразу же. И здесь тоже минус. А тут тогда уберу вот эти вот штуки. Значит, давайте проверим, что с точки зрения здравого смысла знаки правильные. Значит, если оказалось, что у меня игреки... Что у меня мои предсказания, например, очень большие, то это означает, что их надо уменьшать. Да, все правильно, сходится. Вот так вот. То есть, смотрите, что происходит. Значит, если у меня моя L, это просто квадратичная функция потерь, то тот самый вектор градиента, на котором мне нужно обучаться, это просто ошибки предсказаний. То есть, это просто совершенно банальная вещь. Вот у меня есть какая-то... Представьте себе, что у меня я решаю задачу регрессии. Вот у меня есть какие-то данные. Значит, вот здесь у меня пусть будут иксы, вот здесь будут икрики. И вот у меня есть какие-то данные. И дальше я, допустим, решал задачу регрессии и получил какое-то предсказание. Вот это вот пусть будет какое-нибудь предсказание а и т от x. И дальше я просто пытаюсь... То есть, я вижу, что у меня здесь возникают какие-то ошибки. Значит, эти ошибки, это будут просто вот эти вот разности. И дальше я просто пытаюсь подогнать так бэшку очередную, чтобы эти самые остатки уменьшить. То есть, чтобы у меня следующее предсказание, оно как-нибудь бы вот так выглядело, например. Это пусть будет а и плюс 1. Вот. А вот эти вот штуки, это как раз мои будут просто s и t. Те самые штуки, на которые я обучаю очередную бэшку. Вот. То есть, для квадратичной функции потерь весь этот градиентный бустинг это ужасно простая вещь. А именно, мы обучили какой-то алгоритм машинного обучения, получили какие-то ошибки на обучающей выборке, окей, обучили следующий алгоритм на этих ошибках, сделали сумму двух алгоритмов, получили снова какие-то ошибки, обучили еще один алгоритм, еще на новых ошибках и так далее. Понятно, что так мы будем нашу ошибку на обучающей выборке постепенно уменьшать. Вот. Соответственно, если у нас функция потери другая, то логика, в общем, примерно такая же, но конкретная форма будет немножко отличаться. То есть, мы будем смотреть не строго, например, вот в эту точку, а может быть под каким-то углом, ну, за счет того, что у нас другая функция потери. Возможно, это означает, что нас там интересуют какие-то другие немножко свойства этого алгоритма. Например, нам важнее его там рабастность, устойчивость к выбросам что-нибудь такое. Если мы будем использовать не квадратичную функцию потери, а просто функцию потери типа разности абсолютных значений. вот. Как? Понятно, примерно, что происходит? Давайте, задайте какой-нибудь вопрос. Ну, в случае квадратичной функции понятно, что происходит. Да, но в случае неквадратичной функции потерь происходит что-то похожее. Тоже происходит какое-то движение в сторону уменьшения ошибок. Ну, потому что функции потери, они как-то вот так вот устроены. Но в случае квадратичной функции потери, это вот в точности, у нее линии уровня будут в точности, круги, ее градиенты, это будут в точности векторы, которые направлены в сторону центра. Ну, а в случае чего-то более сложного, оно будет как-нибудь другим образом устроено, но все равно похоже. Вот. Хорошо. Ну, давайте дальше. Смотрите. Значит. Что здесь нужно еще сказать? Да. Ну, во-первых, как нетрудно видеть, если мы вот так вот постепенно обучаем какие-то модели, то у нас ошибки на обучающей выборке чудесным образом уменьшаются, но совершенно не факт, что это означает, что происходит что-то хорошее. На самом деле, кстати, теоретически мы можем здесь комбинировать разные методы. Ну, в частности, в какой-то момент я на какой-то конференции слушал про то, как докладчик из Яндекса рассказывал, что они решали какую-то задачу для металлургов. И вот они начали с того, что в качестве базовой модели, вот в качестве вот этого А0, они использовали просто обычную линейную регрессию, потому что про нее все было понятно, и вот металлургам все было понятно про нее. Но дальше для того, чтобы улучшить качество предсказаний, они уже на следующих этапах, они получили у этой линейной модели какие-то ошибки, а дальше уже начали на этих ошибках обучаться с помощью более продвинутых методов, которые менее интерпретируемые, но, с другой стороны, это как бы заказчика в меньшей степени волновало, потому что он, по крайней мере, понимал, как работает эта самая базовая модель, а как уж там тонкая настройка проводится с помощью дополнительных алгоритмов, это как-то удалось замести под ковер. Но мы сейчас будем обсуждать в основном градиентный бустинг над решающими деревьями. Значит, обычно в качестве B и T обучаются решающие деревьями. Ну и, собственно говоря, получаются стандартные алгоритмы градиентного бустинга над решающими деревьями. Значит, сам по себе градиентный бустинг, в принципе, по самому алгоритму, он может как угодно сильно переобучиться. Он, собственно говоря, так устроен, поскольку он ровно то и делает, что уменьшает ошибку на обучающей выборке, и с этим самым переобучением можно по-всякому бороться. Ну, во-первых, в качестве вот этого weak learner, в качестве базового алгоритма, как правило, рекомендуется брать неглубокие решающие деревья. Опять же, потому что глубокие решающие деревья, они сами собой переобучаются. Если их еще комбинировать в виде вот такой вот суммы, то они переобучатся еще быстрее. Второй метод состоит в следующем. Можно, на самом деле, делать неполный шаг вот этого движения в сторону градиента. Ну, то есть вот по идее, если у нас, например, квадратичная функция потерь, если мы здесь сделаем такой полный шаг вот в эту сторону, то мы просто можем… Ну, окей, там все равно с правильным коэффициентом нужно. В общем, теоретически мы можем попасть прямо вот сразу вот сюда. Это вот идеальное предсказание. Но мы этого как раз не хотим, потому что вот эта вот точка – это отсутствие ошибок на обучающей выборке. Вот это просто Y. Значит, верные ответы. Но мы, на самом деле, сюда не хотим. Мы хотим куда-то в эту сторону. И поэтому можно делать шаг как бы не полный, а делать шаг какой-то маленький. И поэтому, в принципе, можно делать такую вещь. Можно сказать, что у нас A и плюс первый. Это есть A и Т плюс некоторая константа умножить на B и Т. B и Т обучаются так же, как обучалось. А вот эта вот константа, она… Ну, она может быть маленькой. Давайте я напишу, что она типа там от нуля до одной второй. Значит, learning rate. Ну, это как вот в обычном градиентном бустинге. Там тоже есть learning rate, который показывает, насколько быстро мы движемся вдоль градиента. И здесь тоже можно делать вот такую штуку. То есть мы каждый раз прибавляем не сам градиент, а чуть-чуть вектор, который смотрит в ту же сторону, но поменьше. Извините, а почему мы изначально весь градиент прибавляли, а не умножали его там на что-то маленькое? Это же локальное приближение. Ну, да, да, да. Ну, собственно говоря, вот теперь умножаем. Вот теперь умножаем. Ну, видимо, правильный способ был с самого начала умножать на одну вторую, потому что, по крайней мере, в случае квадратичной функции потери, это нам даст идеальное совпадение с предсказанием. Если мы сможем на него идеально обучиться, то мы получим сразу нулевую ошибку на обучающей выборке. Но на практике, конечно, вы совершенно правы, градиент – это локальная штука, и поэтому надо умножать на какую-то константу. Ну, что на самом деле и делается. И следующий гиперпараметр, который здесь выбирается, – это количество деревьев. То есть количество шагов, которые вы хотите сделать. И, соответственно, дальше вам нужно, чтобы все это хорошо работало, вам нужно как-то балансировать. Вот чем меньше вот это, чем меньше вот этот learning rate, тем больше шагов вам нужно сделать. И, в общем, у вас есть какой-то такой баланс между этой и N большим. Ну, в принципе, можно делать какой-нибудь early stopping. То есть когда вы задаете, например, вот эту эту, а дальше вы просто… Вот у вас изначально есть какая-нибудь отложенная выборка, и вы просто наращиваете деревья так, чтобы на очередном шаге ошибка уже на отложенной выборке не увеличивалась. Такой подход есть. Более того, в стандартных библиотеках, кажется, он реализован. По крайней мере, в CatBoost, если я правильно помню, такая штука есть просто встроенная. То есть его можно попросить. По умолчанию она, по-моему, не запускается, но если его попросить, он это сделает. Он будет делать проверку на… То есть добавлять деревья до тех пор, пока не начинается переобучение. Автоматический выбор. По отложенной выборке. Значит, это называется Элистеппинг – «Ранняя остановка». Вот. Можно как-то пытаться ручками подбирать количество деревьев. Это что касается в целом градиентного бустинга в задаче регрессии. Задача классификации, он немножко по-другому устроен. На самом деле, задача классификации – это очень похоже на то, что у нас происходило с логистическими регрессиями. Задача классификации будет какая-то такая штука. Значит, у нас предсказания будут на самом деле результатом применения сигмоиды. Давайте я сначала двухклассовую классификацию расскажу. Значит, у с крышкой – это будет сигмоида от какого-то Аитова. Я напомню, что сигмоиды – это единица на единицу плюс Е в степени минус Z. То есть, иными словами, в этом случае, причем Y с крышкой – это будет вероятность, ну, как обычно, это будет вероятность того, что Y равен единице, допустим, при условии, что… То есть, точно так же, как и логистическая регрессия. Мы предсказываем не просто классы, допустим, единичку или минус единичку, а мы предсказываем вероятность того, что наш объект относится к классу 1 для заданного значения X. И более того, наш weak learner, он будет предсказывать не саму вероятность, а он будет предсказывать, ну, как говорят, логит этой вероятности, то есть какое-то число, какое-то вещественное число, которое превращается в вероятность применения стандартной сигмоиды. Ну и функция потерь у нас здесь, как правило, просто логистическая. Значит, это просто вот такая штука. Логарифм Y с крышкой, если Y равен единице, и логарифм единица минус Y с крышкой, если Y будет минус единица. Вот. Ну и, соответственно, дальше происходит все то же самое. То есть у нас A и плюс первое от X, это есть A и T от X плюс B и T. Ну и теперь, соответственно, мы B-шку подбираем с учетом вот этой функции потерь и с учетом того, что наше предсказание будет генерироваться вот таким вот образом. То есть, короче говоря, это полный аналог логистической регрессии, но только теперь мы разрешаем... Ну, то есть у нас нет вот этого вот условия, чтобы та штука, которую мы подставляем внутрь сигмоида, чтобы она была бы линейной функцией. Она теперь может быть вот какой-то суммой для weak-learners. Для многоклассовой классификации история очень похожая. А именно мы теперь генерируем не одно дерево, а сразу то количество деревьев, сколько классов у нас есть. Ну, например, можно просто сделать так. Значит, обучаем к деревьев, где к – это число классов. Ну, на каждом шаге. И после этого говорим, что наше предсказание – это уже будет вектор y1 с крышкой и так далее. y, k с крышкой. И это будет теперь softmax от результатов предсказания наших деревьев. Здесь будет a, it, 1 от x. a, it, k, t от x. Вот я напомню, что softmax – это штука, которая из произвольного набора чисел делает такой набор, который можно трактовать как набор вероятностей. значит, работает оно вот так, как E в степени. Можно вопрос? Угу. А вот a, i, 1 – это что-то… Ну, вот смотрите, я говорю, что мы обучаем здесь k больших деревьев. То есть у нас есть отдельные деревья, каждый из которых отвечает за собственный класс. То есть как бы у меня есть дерево, которое про каждый объект говорит, какова его… Ну, там, значит, вот можно думать про вот эту вот штуку, как некоторый алгоритм машинного обучения, который про каждый объект, значит, про объект с вот этим вот набором признаков X говорит, какова его уверенность в том, что этот объект относится к классу 1. Ну, понятно. И так далее от докатов. Вот строятся они ровно так же, как и раньше. Но только теперь мы будем обучать не одну вот эту вот B, то есть на каждом шаге. Мы будем обучать их k штук. Ну, а чтобы сделать из этого всего честные вероятности, мы применяем вот эту вот функцию softmax, которая просто является возведением в экспоненты. Так, у меня тут как-то не очень удачно. Давайте я все-таки буду использовать какую-нибудь другую букву для индексирования. Пусть это будет M. Вот. А функция потерь, значит, функция потерь, тут будет кросс-энтропия. То есть вот у нас есть какой-то настоящий вектор Y. Как это сказать-то по-человечески? Значит, L от Y. Значит, вот это что такое? Вот этот вот Y – это один из наших классов. И, значит, эта штука, это просто будет… Значит, минус логарифм Y. Короче, как-то вот так нужно написать. То есть это просто логарифм… Значит, это просто взятый со знаком минус логарифм вероятности получить… вероятности получить ровно тот Y, который мы получили. То есть у нас тут вот Y – это число от 1 до K. И мы просто смотрим на соответствующую вероятность вот в этом векторе. И как раз эту вероятность и запихиваем под логарифм. Ну, и еще я должен здесь минус поставить, потому что если здесь не будет минуса, то это будет просто правдоподобие, и его нужно увеличивать. А если мы думаем про функцию потерь, то мы его должны уменьшать, поэтому я ставлю здесь минус. Получается вот такая вот штука. Это многоклассовая классификация, опять же, в градиентном бустинге. Ну, опять же, это полный аналог соответствующей многоклассовой логистической регрессии. Надо сказать, что тут мы оказываемся в такой области машинного обучения, где теория перестает согласовываться с практикой. Не то, чтобы она прям противоречила практике, но где-то я читал, что машинное обучение – это такая антиматематическая штука, потому что у нас есть какие-то теоретические результаты про то, какие методы должны работать хорошо, какие плохо и почему, а на практике все происходит не совсем так или иногда совсем не так. И это отчасти верно, но в частности, вот я, по крайней мере, не видел никакого убедительного для меня объяснения того, почему именно градиентный бустинг оказывается настолько удачным методом. Можно на эту тему немножко спекулировать. Ну, какое-то объяснение, которое мне сейчас кажется более или менее удачным, такое, что он объединяет в себе две вещи. С одной стороны, гибкость, которую дают решающие деревья, в частности, отсутствие такого сильного предположения о том, что наша зависимость обязательно линейна. С другой стороны, вместе с этим у нас есть некое сильное предположение, менее сильное, чем линейность, но тем не менее достаточно сильное, а именно это предположение о некоторой аддитивности, о том, что наша истинная зависимость, она определяется как сумма каких-то зависимостей попроще. И вот эта аддитивность, она в целом, ну, то есть это в целом некоторая такая естественная идея, которая близка к линейности, да, о том, что у вас есть несколько эффектов, которые просто складываются. И, ну, вот мое ощущение, это не то чтобы какой-то аккуратный результат, что успех градиентного бустинга связан ровно вот с этими двумя свойствами. С одной стороны, гибкая штука может, ну, вот такой стандартный метод, который вы можете использовать, если вы ничего не знаете про то, как устроены ваши данные, про то, как устроена ваша реальная зависимость, вы просто берете и используете. Никаких дополнительных особенностей предположений не нужно делать. Другое дело, но при этом, но при этом, в общем, видимо, он все-таки ловит какие-то, какие-то реальные хорошие предположения, в частности, вот связанные с аддитивностью. Но в качестве примера можно предложить такое. Представьте себе, что у вас на самом деле зависимость действительно аддитивная. Почему бустинг хорошо работает? Ну, вот представьте себе, что у вас такой модельный пример. Допустим, что вы хотите пользоваться бустингом в той ситуации, когда по-хорошему надо было пользоваться линейной регрессией. То есть пусть реальная зависимость вот такая вот просто аддитивная. Пусть у – это есть х1 плюс х2. Значит, у меня сейчас пространство признаков двумерное. Значит, верхний, вот этот верхний индекс – это просто номер признака. И если мы будем обучать решающие… Ну, понятно, что в идеале мы бы просто обучили бы линейную модель, и она бы нам идеально сразу же выдавала бы эти хорошие предсказания. Но, допустим, что мы не знаем про то, что это действительно линейная штука, про то, что реальная зависимость линейная. И пытаемся обучить что-то такого типа бустинга. Ну, вот если представить себе, что у меня есть всего, допустим, 4 наблюдения, и они устроены вот так. Значит, вот у меня здесь будет х1, здесь пусть будет х2. Допустим, здесь будет единица, здесь будет тройка, здесь будет единица, здесь будет тройка. Ну, и, соответственно, наши предсказания пусть будут такие, как они есть на самом деле. Два. Считаем, что нет у нас никакого шума. Вот просто мы получили вот такие вот четыре точки. И если я буду обучать бустинг вот на этих данных, то есть у меня четыре элемента обучающей выборки. Значит, у меня обучающая выборка устроена вот так. Х1, Х2, У. Здесь 1, 1, 2. 1, 3. 4, 3, 1, 4. 3, 3, 6. Да, ну, давайте смотреть. Значит, допустим, что я буду делать бустинг такой над решающими пнями. И, допустим, что, ну, вот, скажем, я, а, первое, просто обучаю, как решающий пень для вот этих вот данных. Значит, как тогда этот алгоритм у меня сделает? Ну, он мне разделит все обучающую выборку либо так, либо так. Совершенно без разницы, как. Так, ситуация совершенно симметричная. Ну, вот, допустим, что он ее разделит как-нибудь вот так вот. Значит, какие у меня будут предсказания вот здесь, например, в левом листе? Значит, пусть вот здесь будут предсказания. А1 от x. А1 от x – это просто решающий пень. Ну, средняя должна быть. Ну, да, мы просто берем средняя. Значит, здесь у меня будет 3,3, а здесь будет 5,5. Дальше можно посмотреть на ошибки предсказаний. Значит, ошибки будут устроены так. Здесь будет 1 минус 1. Здесь будет тоже 1 минус 1. Ну, и, соответственно, вторым деревом мы можем уже эти ошибки просто быстренько обнулить. У нас второе дерево разделит нашу обучающую выборку вот так, по горизонтали. И после этого даст, после этого у нас уже на втором шаге у нас уже будут нулевые ошибки на обучающей выборке. Ну, соответственно, если представить себе, что у нас данных было бы не вот столько, а побольше. То есть если бы у нас была бы какая-нибудь вот такая вот штука, были бы какие-то данные вот на такой сетке данные. То есть у меня было бы x1, здесь было бы x2. Здесь была бы какая-нибудь вот такая вот штука. Извините, вот кажется, разве нам не нужно знаки ошибок наоборот поставить? Мы же из правильного должны... Из правильного считать неправильные данные наоборот. Да, совершенно верно. Вот, если теперь предположить, что у нас какая-нибудь вот такая вот, значит, данные как-то вот так устроены, то есть что у нас больше данных. Ну, понятно, что теоретически мы могли бы обучать одно решающее дерево, там какое-нибудь очень глубокое. Но, соответственно, здесь на пересечении везде стоит сумма. Понятно, что мы могли бы теоретически обучить одно очень глубокое решающее дерево, но в нем было бы довольно много, чтобы получить маленькую ошибку предсказания, в нем нужно было бы делать довольно много узлов. Довольно большая глубина должна быть, ровно потому, что нам нужно было бы... Ну, как бы вот сама по себе структура решающего дерева, она вообще ничего не знает про арифметику, про то, что числа можно складывать, например. И поэтому единственная возможность для единичного решающего дерева аппроксимировать вот такую вот функцию, это, грубо говоря, честно выделить каждый квадратик здесь. И это, конечно, штука ужасно гибкая, и из-за этого она будет очень сильно переобучаться. А если мы используем бустинг, то, в принципе, бустинг... Ну, как бы вот в идеале, если бы это был бы такой бустинг, который прям совсем знает, чего он делает, чего он хочет сделать, то он бы обучил бы одно решающее дерево, которое бы, значит, просто бы выдавало бы... Значит, для каждого из вот этих вот значений первый координат, первого признака выдавало бы соответствующее число. Ну, допустим, вот просто, как они тут написаны, 1, 2, 3, 4, 5. И после этого обучил бы второе дерево так, чтобы оно выдавало бы вот здесь, 1, 2, 3, 4, 5. Потом их просто сложил бы. Ну, понятно, что на практике будет не так, на практике будет как-то похуже. Но, в принципе, сам по себе факт о том, что мы можем обучить не очень сложное дерево. Дерево, у которого будет количество узлов, ну, вот примерно равное тому, сколько у меня вот здесь вот разных значений. одно и другое дерево вот такое, и потом их просто сложить. Это все даст мне модель гораздо меньшей сложности, гораздо меньшей гибкости, чем решающее дерево, которое бы... просто вот одиноко решающее дерево, которое бы пыталось бы изолировать каждый из вот этих вот квадратиков. И за счет того, что это решающее дерево было бы, с одной стороны, простым, а с другой стороны, достаточно гибким. Ну, не решающее дерево, а вот именно аддитивный алгоритм, именно алгоритм типа бустинга. Из-за того, что, с одной стороны, он был бы не слишком сложным, не слишком гибким, а с другой стороны, достаточно гибким для того, чтобы хорошо аппроксимировать наши данные, но это и дает ему преимущество. То есть, видимо, градиентный бустинг – это такая штука, которая позволяет объяснить решающим деревьям, что бывает арифметика, что числа, по крайней мере, можно складывать. Но это такое совершенно неформальное описание. И давайте, значит, у меня 15 минут остается, давайте я, может быть, скажу пару слов про сравнительные недавние разработки. Значит, вообще, в основном сейчас на практике используется одна из трех библиотек. Это либо XGBoost, либо LightGBM, либо CutBoost. Значит, и библиотеки, в принципе, с похожими функциями. Что в них хорошее? Во-первых, они реализованы таким образом, чтобы использовать все возможности вашего железа. То есть, например, если у вас есть там GPU, то они будут его использовать для того, чтобы ускорить обучение этого самого бустинга. Да, чем плохо бустинг по сравнению, например, с решающими деревьями? Это тем, что его как раз, он вынужден учиться последовательно. То есть, вы выучили одно дерево, потом можете выучить следующее. В отличие от случайного леса, где вы можете учить все деревья одновременно. Но, по крайней мере, какие-то оптимизации все равно, благодаря использованию GPU, можно сделать вот эти вот самые три библиотечки, они это делают. Плюс там есть всякие разные дополнительные возможности, дополнительные автоматизации. Ну, в частности, я говорю, что... Я не помню, я не помню про эти две. В CatBoost точно есть встроенный L-stopping и еще куча всего. Я, честно говоря, уже не помню, что именно. Время от времени, когда пользуюсь, смотрю по документации. Но у CatBoost есть еще одна фича, которая для него уникальна, а именно это обработка категориальных признаков. Как раз слово Cat в названии CatBoost, оно связано не с кошечками, хотя кошечек они любят, и у них в символике и в документации кошечки встречаются. Но на самом деле этот самый Cat – это от слова категорикал. Дело в том, что категориальные признаки – это такая неприятная вещь более-менее для всех алгоритмов машинного обучения. Ну, так, поскольку это в конечном итоге какая-то математика. А в математике проще живется, когда она работает с числами, а не с какими-то странными, непонятными категориальными объектами. Соответственно, в CatBoost есть некоторый автоматический алгоритм обработки категориальных признаков. Ну и как он устроен? Давайте я попробую сейчас в двух словах это описать. Я напомню, что в прошлый раз я рассказывал, что при обработке категориальных признаков у вас есть разные подходы. Вы можете кодировать эти категориальные признаки, например, векторами. Если у вас есть k разных категорий, то вы можете кодировать категориальный признак k-мерным вектором, у которого на одном месте стоит единичка. One-hot encoding. Но если у вас будет много категориальных признаков, у этих категориальных признаков будет много разных возможных значений, это будет приводить к тому, что у вас размерность признакового пространства сразу очень сильно увеличивается. И это, скорее всего, не то, чего вы хотите, потому что когда у вас увеличивается размерность признакового пространства, эффекты, связанные с проклятием размерности, начинают действовать активнее. Поэтому другой способ – это кодировать категориальные признаки в виде просто каких-то отдельных чисел, то, что называется label encoding. И дальше возникает вопрос. Вот у меня есть какой-то категориальный признак, допустим, город. И вот, допустим, город Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Поскольку у такой штуки, как город, нет на вот этих вот значениях никакого естественного порядка, ну, потому что не совсем понятно, какая именно характеристика города является релевантной для нашей задачи, потому что для разных задач они могут быть порядочно по-разному. Может быть, это размер города, а может быть, это широта или, наоборот, долгота, или еще что-нибудь. Дальше возникает вопрос. Если я хочу закодировать каждое из вот этих вот значений, если я хочу закодировать просто числами, скажем, 1, 2, 3. В каком порядке их писать? 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 3, 1. Если вы после этого вот эти закодированные данные скормите, допустим, какому-нибудь алгоритму типа решающего дерева, построения решающих деревьев, то понятно, что порядок имеет значение, потому что вы же... Значит, этот самый порядок, он будет определять, какие города с какими будут сгруппированы. Ну вот, например, если порядок такой, 1, 2, 3, то у вас есть два варианта. Либо Москва стоит отдельно, вот эти вот два города отдельно, либо, наоборот, Москва объединяется с Санкт-Петербургом, а Екатеринбург отдельно. А вот так, чтобы Москва объединилась с Екатеринбургом, вы вот такого сделать не можете. Ну, потому что у вас вы должны где-то порог поставить. И поэтому очень хочется, чтобы вот этот порядок следования вот этих лейблов, чтобы он был бы не случайно каким-то осмысленным, чтобы он имел какое-то отношение к нашей задаче. И дальше возникает такая очень естественная идея, ну, окей, давайте думать, что мы сейчас решаем задачу просто двухклассовой классификации, например. Значит, пусть есть задача двухклассовой классификации. Давайте представим себе, что у меня какие-нибудь такие данные. Допустим, у меня здесь есть город. Данные устроены так, например. У меня есть Москва. Здесь у меня будет мой Y. Допустим, пусть будет так. Значит, пусть у меня Y, это либо единичка, либо нолик. Допустим, данные устроены вот так. Ну, там есть еще какие-то переменные, но я сейчас только эти использую. Вот скажите, глядя на эти данные, в каком порядке вы бы закодировали эти три города? Ну, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Москва. Да. Потому что ноль одна, вторая, один средняя. Да. Ну, вот хочется их закодировать как так. Можно, на самом деле, кодировать не обязательно числами 1, 2, 3, а можно кодировать числами вещественными. И теоретически можно было бы просто взять и для каждого города в качестве соответствующего ему при кодировании значения, можно было бы просто выбрать то, как часто встречается класс 1 в наблюдении, который соответствует этому городу. И, в принципе, это выглядит самым естественным порядком для такой задачи. Если я хочу, ну, как бы, если я думаю о том, как у меня город влияет на вероятность Y, и если я хочу, чтобы эта зависимость была монотонной, а как бы все наши, на самом деле, алгоритмы, они на каком-то шаге, они обязательно монотонные, то, естественно, мне хочется сделать вот что-то в таком стиле. И есть такой, естественно, подход, когда вы просто каждую категорию кодируете в соответствующей доле, допустим, класса 1. В чем проблема этого подхода? В том, что когда вы делаете это кодирование, вы заглядываете в тот признак, который вы предсказываете. И это, как правило, плохо, потому что это называется, это приводит к штуи, которая называется утечка, утечка целевой переменной, target leaking. И это такой хороший источник переобучения. Потому что представьте себе, что у меня была бы какая-нибудь другая история, вот представьте себе, что у меня было бы какие-нибудь вот такие вот данные, скажем, Москва, нолик, Санкт-Петербург, единичка. Представьте себе, что у меня сейчас вообще каждая категория встречается просто в обучающей выборке, встречается ровно один раз. И, допустим, еще какой-нибудь город, скажем, Новосибирск. Здесь будет, допустим, тоже единичка. Тогда при нашем подходе у нас, ну, как будет устроена кодировка? У меня просто каждая категория просто примет значение, равное соответствующему значению целевой перемены. То есть фактически у меня произойдет, как бы, моя модель, она получит на этапе обучения, она просто получит вектор игреков в качестве одной из колонок иксов. Ну, и понятно, что после этого она радостно скажет, о, отлично, значит, я точно умею предсказывать игреки по иксам. И она просто будет ориентироваться только на эту колонку и больше ни на что, потому что эта колонка будет содержать всю информацию про иксы. Вот. И эта штука называется target-ликинг. И чтобы бороться с этим самым target-ликингом, в CatBoost применяется некоторая модификация вот этого алгоритма, в которой каждой категории ставит в соответствии долю класса 1, встречающуюся с этой категорией. И идея очень такая простая, и при этом оригинальная и изящная. Давайте посмотрим еще раз на вот эту табличку. Значит, они делают вот что. Они берут каждое из вот этих строчек и кодируют здесь вот эту категорию следующим образом. Если эта категория раньше не встречалась, давайте я здесь сделаю city-encoded. Значит, если эта категория раньше не встречалась, то здесь записывается какая-то константа, допустим, 1, 2. Ну, что значит раньше? Раньше это означает просто выше в этой таблице. То есть вот я смотрю на первую строчку, смотрю выше вот этой строчки, Москва еще ни разу не встречалась. Ну, значит, записывается сюда 0,5. Потом я смотрю на вторую строчку и смотрю, что происходило с Москвой вот здесь вот выше. Значит, здесь я вижу, что Москва встречалась один раз, и в этом единственном разе y было равен 1. И долю y, равных 1, я и записываю вот сюда. Значит, здесь будет 1. Значит, вот эта доля y, равняется 1 в строках выше, где город Москва. Дальше, значит, вот у нас здесь есть Санкт-Петербург. Да, при этом заметьте, что у нас одна и та же Москва получила 2 разных кодировки. Значит, вот в первой строчке она кодируется как 0,5, во второй строчке она кодируется как 1. Ну, и не страшно. Значит, Санкт-Петербург. Здесь будет кодироваться тоже 0,5. А вот в этой строчке он как будет кодироваться? Каким числом? Тоже 0,5? Нет, потому что... А, 0, 0. Теперь он будет кодироваться 0. Значит, и с Екатеринбургом то же самое произойдет. На самом деле здесь будет 0,5 и 0. Но конкретно этот пример оказался не так, чтобы совсем уж хорошо показательным. Но, по крайней мере, в нем видно, что Москва в какой-то момент была закодирована единичкой. А Санкт-Петербург и Екатеринбург, они кодировались либо половинкой, либо нулем. Но понятно, что если бы у нас данных было бы больше, то в целом, особенно в нижней части таблички, у нас бы категории вот эти, они кодировались бы примерно тем, чем нужно. То есть вот примерно такой же эффект мы получили бы, как вот здесь. Но при этом вот этой проблемы с утечкой целевой переменной у нас не было бы, потому что каждый раз, когда мы выбираем, как закодировать, например, вот эту вот штуку, мы не смотрим на значение целевой переменной вот в этой же строчке. Мы смотрим на некоторые статистические данные, которые вообще не касаются вот этой строчки, а касаются только всей части таблицы, которая была выше. И это позволяет, с одной стороны, построить какую-то осмысленную кодировку для категориальных переменных, а с другой стороны, избежать вот этой проблемы утечки целевой переменной. Это такое некоторое достижение команды Яндекса. Катбуст сейчас это, ну вот они как бы вошли в тройку тех библиотек, которые активно используются именно для обучения бустинговых моделей. Ну, в Катбусте много всяких других приятных фишечек. Но вот это вот с теоретической точки зрения это их такой главный контрибьюшн этой библиотеки. Вот. Ну вот. То, что я хотел рассказать. Есть какие-нибудь вопросы? Да, вот вы говорили про отложенную выборку, там автоматический выбор вот этих вот шагов. Как еще раз? Можете поподробнее что-нибудь? Ну, смотрите, значит, ну вот как наш алгоритм работает? Он каждый раз, каждый раз, значит, может либо добавить очередное дерево, либо остановиться. То есть что он делает? Ну, он пытается добавить очередное дерево, пытается сделать вот этот шаг, а потом смотрит. Вот он как бы изначально делит выборку в каком-то отношении, скажем, 0.8 к 0.2. И дальше мы каждый раз смотрим. Вот мы обучились, значит, обучили наш бустинг на трейновой части, смотрим качество предсказания на тесте. И если в какой-то момент мы видим, что качество предсказания на тесте начинает падать, то мы в этот момент просто говорим, все, хватит нам добавлять деревьев, остановились, построили достаточное количество. Значит, вот как так он работает. Понятно, спасибо. Нейронки тоже так любят обучать, когда вы с самого начала откладываете какую-то часть выборки и тоже делаете, выбираете количество шагов не из каких-то абстрактных соображений, а просто вот когда начинают падать падать качество предсказаний, то и останавливаются. Правда, в нейронках это чревато, потому что нейронки обладают таким свойством, что у них вот эта вот картинка с... То есть есть такая стандартная картинка про переобучение, о том, что у вас... Значит, вот здесь будет, допустим, сложность модели. Это может быть количество... Ну, в том числе это может быть количество шагов градиентного спуска. Давайте думать про количество шагов. Вот, и стандартная картинка, да, а сверху, допустим, качество модели. Стандартная картинка такая, что у вас качество на обучающей выборке все время растет, а качество на отложенной выборке, оно сначала растет, потом падает. Значит, это обучающая выборка, а это на отложенной. Вот, и обычно говорят, что вот в этот вот момент как раз начинается переобучение, что вы слишком сильно обучаетесь на каком-то шуме, связанном с обучающей выборкой. Но вот это вот такая теоретическая картинка, которая качует из учебника в учебник по машинному обучению или из лекции в лекции. Но проблема в том, что с нейронками эта картинка иногда устроена совсем не так, а иногда она устроена вот так. Откуда берется вот этот вот второй горб, вообще говоря, не совсем понятно. Но такое бывает, что вы обучаете, обучаете, у вас в какой-то момент начинает качество на отложенной выборке падать, а потом оно заново растет. Ну, в какой-то мере это одна из загадок обучения нейронок. У меня нет ощущения, чтобы в сообществе был какой-то консенсус насчет того, почему так происходит. Хотя какие-то объяснения есть. но тем не менее для градиентного бустинга кажется, что это early stopping используется. Ну, и в нейронах тоже используется. Просто не всегда понятно, вы за счет этого улучшаете результат или наоборот ухудшаете. Так, еще вопросы? Окей, ну, все так же на сегодня. До свидания. До свидания. До свидания. Спасибо, до свидания. До свидания.